Привет! Ты на канале 6-й класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 316 из учебника математика 6-й класс Веленкин-Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Трехметровое бревно распилили на 7 равных частей, а четырехметровое на 10. Части какого бревна длиннее? Заметьте, у нас не спрашивается, на сколько длиннее, спрашивается просто части какого бревна длиннее. Итак, запишем кратко условия задания. Трехметровое на 7 частей распилили, четырехметровое на 10 частей. И какая из частей будет больше? Ну, давайте смотреть. Первое, что нам нужно узнать вообще, сколько же у нас метров одна часть. Итак, если у нас было трехметровое бревно, да, ну, возьмем я, например, вот возьму три клеточки. Трехметровое. Это у нас одно целое бревно. И оно трехметровое. Это мы покажем только нашими клеточками. Его делят на 7 частей. Делят на 7 частей. Ну, я условно, потому что там части одинаковые, я условно буду делить, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть одно целое бревно, которое имеет 3 метра. Вот здесь 3 метра. Его поделили на 7 частей. Как мы можем записать одну часть? Конечно же, это мы берем и записываем, что именно как вот числитель, да, что 3 поделили, черта дроби, на 7. Трехметровое поделили на 7. Это у нас будет одна часть трехметрового бревна. Можем записать, что 3 седьмых метра в скобках. То есть вот здесь можем записать, что это метр у нас, да, потому что мы 3 метра поделили. Так, хорошо. Второе бревно. 4 метра на 10 частей. То же самое, да, у нас есть 4 метра. Это у нас одно целое бревно. И делят его на 10. Я условно запишу. Да, то есть одно целое бревно, 4-х метровое, на 10. То есть то же самое. 4 разделили чертой дроби на 10. Запишем это. Итак, это у нас тоже, это у нас будет одна часть четырехметрового бревна. Тоже метров можно записать. Так. Метры наши ушли. Еще раз метры. Так, есть, да. Теперь что нам нужно? Теперь нам нужно сравнить, какая же из этих частей длиннее. А как мы можем сравнить, если здесь у нас на 7 делили, здесь на 10? Как мы вообще можем это понять? Для этого у нас существует правило, по каким мы сравниваем дроби с разными знаменателями. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. А для тех, кто уже знает и умеет, я предлагаю начать с нахождения наименьшего общего кратного. Это будет нашим наименьшим общим знаменателем, которым мы должны привести наши дроби. Итак, у нас знаменатель 7 и знаменатель 10. 7 – это вообще простое число с десяткой, оно взаимопростое. Значит, наименьшее общее кратное – это будет их произведение. То есть мы с вами запишем, что наименьшее общее кратное 7 умножить на 10, то есть 70. Теперь к знаменателю 70 приводим наши дроби. Для начала нужно определить дополнительный множитель. Итак, 7 нам нужно еще умножить на 10, чтобы было 70. То есть дополнительный множитель для первой дроби – это 10, а для второй – это 7, потому что нужно 10 умножить на 7, чтобы стало 70. Но чтобы дробь не изменилась, мы умножаем и числитель, и знаменатель на 7. Итак, 3 седьмых, дополнительный множитель, мы с вами сказали, что это 10. Итак, 3 седьмых умножаем числитель и знаменатель на 10, получаем 30,7. Отлично. А 4 десятых мы умножаем на дополнительный множитель 7 числителей и знаменателей. 28,7. Как мы сравниваем дроби с общим знаменателем, но разными числителями? Раз мы делили на 70 частей, на 70 частей, то мы сравниваем, где больше числитель, та и дробь больше. Почему? Потому что здесь числитель показывает, сколько частей было взято. Здесь взяли 30 частей, а здесь 28. Где взяли больше? Понятно, что там, где 30. То есть 30,7 будет больше, чем 28,7. А 30,7 это что у нас? Это 3 седьмых. Это когда мы 3 метровое бревно делили на 7 частей. То есть ответ, когда у нас спросили, части какого бревна длиннее, то мы по вопросу и пишем наш ответ. Части 3 метрового бревна будут длиннее. Вот и все на этом задачу мы выполнили. Переходи по ссылке в описании на наш сайт, и там ты можешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. Ну и получишь за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. И если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.